В этот четверг, 29 июля, губернатор Тверской области Игорь Руденя провел рабочий день в Ржевском районе. Глава региона осмотрел место строительства пешеходной дорожки на железнодорожной станции Ржевский мемориал. Провел совещание по реализации в Тверской области федерального проекта «Чистая вода», а также проинспектировал ремонт Ржевской станции скорой медицинской помощи. Об итогах поездки рассказывает Наталья Чекет. Визит главы региона начался с осмотра места планируемой пешеходной дорожки, которая соединит мемориал советскому солдату и железнодорожную платформу «Ржевский мемориал». Наша автомобильная дорога, проходящая, имеет протяженность километров 700 метров. И по правой стороне на схеме планируется пешеходная дорожка. Длина дорожки составит 1,7 километра, а ширина 6 метров. По проекту она будет разделена на две части – для движения пешеходов и велосипедистов. Также в рамках рабочей поездки Игорь Рудене осмотрел мост через реку Большая Лоча, на котором будет проведен капитальный ремонт. Опоры идут по центру в один ряд, то есть толпчатые опоры. Состояние их предварительно неудовлетворительное. Сейчас для безопасности горожан и автомобилистов на сооружении закрыты тротуары. Сужена проезжая часть и организовано реверсивное движение. Заменены изношенные слои асфальтобетонного покрытия. В настоящее время в Тверской области реализуется федеральный проект «Чистая вода». Так, на Ржевском водозаборе проведены первые работы по модернизации. Смонтированы две установки напорной фильтрации и четыре поверхностных резервуара чистой воды. 15 июля запустили фильтровальную установку на Ржев-2 силами водоканала. Сейчас заканчивается монтаж фильтровальной установки и переход в режим пусконаладки на Ржев. Установка этих фильтров позволила доводить речную воду до показателей Санпина. По таким показателям мутность, цветность, запах и другие органалитические показатели. Однако это временное решение до запуска основного водозабора. Но даже с запуском фильтра жители города почувствовали разницу. Благодаря установке данных фильтров в настоящее время уже половина города Ржева будет обеспечиваться чистой прозрачной водой. Полная реконструкция водозаборных сооружений Ржев-1 и Ржев-2, включая систему подготовки питьевой воды в городе, будет завершена в 2022 году. Также в этот же день прошло совещание по реализации Верхневолжья федерального проекта «Чистая вода» по обеспечению качественной водой жителей других муниципалитетов. Прежде всего отметим положительный опыт работы Тверь-водоканала по отладке качества воды на правом берегу Волги и необходимость ускорения по работам на левобережье. Это два водозабора Ржев-1 и Ржев-2. Но динамика устраивает. Но мы понимаем, что по обращению граждан необходимо минимизировать отключение воды. К поездке в Оржев принял участие советник президента России Владимир Васильев. Он отметил, что за последние годы город преобразился. Мне, особенно человеку, который больше четырех лет не был в Оржеве, это особенно заметно. Во время визита губернатор проинспектировал ремонт станции скорой помощи. Поручение привести здание в порядок глава региона дал во время одной из предыдущих рабочих поездок. Сейчас практически завершены внутренние и наружные работы в административном здании. Планируется создать комфортные условия для работы специалистов и отдыха медиков. Кроме того, предстоит отремонтировать гаражи и благоустроить прилегающую территорию. Также в этот день Игорь Руденя, Сергей Чемизов и Владимир Васильев посетили 514-й авиационный ремонтный завод в Оржеве, который отмечает 80-летие. А об этом мы расскажем завтра в вечернем выпуске новостей.